До завершения монтажных работ остаются считанные дни. И в сборке газового оборудования в городском Заречье будет поставлена точка. На текущий год у нас были выделены средства образцового бюджета на строительство пяти завершающих этапов газификации. Этапы 1, 2, 4, 9 и 11. В апреле текущего года были завершены все монтажные работы по первым прямым участкам. Комиссионно приняты. В настоящий момент мы получили положительное заключение специалистов строительного контроля и авторского надзора. Надеемся, что в ближайшее время мы получим подпись «Газпрома» и «Ростехнадзора» для производства работ по пуску газа. Пустить газ в систему специалисты планируют к началу отопительного сезона. Радостного события ждут жители домовладений по улицам Гужвина, Попова, Желябова и другим. Природное топливо приходит не только в жилые дома, но и в объекты социально-культурного быта. Вот мне сделали буквально на той неделе, я вот довел до газа, и сегодня мне котел сделают. И теперь ждем газ. Конечно, радую. У нас же электричеством отапливали, сейчас будет намного дешевле. Надеюсь, будет легче теперь, избавились от этих дров. Ждем газ теперь, спасибо большое. Те жители, которые хотят войти в новый отопительный сезон у нас с газовым отоплением, нужно уже в ближайшее время подать заявку. Поскольку мы понимаем, что у нас газификация – это долгий период времени, минимум три месяца. А пик заявок у нас в Астраханской области – это и сентябрь, и октябрь. Поскольку заявки обрабатывает именно Астрахань для выдачи тех условий. Заявки от всех районов области. Поэтому я думаю, что было бы правильно, не спеша, подать заявку уже сейчас. Хотя бы, по крайней мере, в течение ближайшего месяца, до середины августа. Газификация Петропавловки началась семь лет назад. Тогда 22 миллиона рублей из городского бюджета пошли на изготовление проекта. Документ одобрила государственная экспертиза. С 2014 по 2021 год общая стоимость вложений, финансирования данного бюджета составила 300 миллионов рублей. У нас было построено 97 километров газопровода, и доступ к газу получили 3400 домовладений. Подрядчиками монтажных работ выступили пять организаций из разных городов России. Подключение домов к природному топливу осуществляют сегодня две компании. Создание конкурентной среды помогло снизить стоимость работ для жителей на 25 и более процентов. Без ущерба качеству работ. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская. Ахтубинск ТВ.